Подол экскурсионный Подол экскурсии, обед и дегустации, а еще отель. Тур доступен за полцены. Это часть госпрограммы по развитию туризма. Бонус за отдых получить просто. Купили билет на приложение «Билет по мэр». Кэшбэк 50%. Это прекрасно, потому что дает возможность путешествовать вместе с семьей. Мы заплатили 2500 на двоих сынам. Вернется нам половина – 1250. Мы в восхищении. Пока только начало нашего тура, но мы очень довольны. Тур на два дня. Старт на виноградниках в Дайбанах. Это Дубосарский район. Здесь наливается солнцем солярис. Это сорт белого винограда. Атмосфера и пейзажи, как во Франции. Если провести по параллели, то мы где-то попадаем в регион Бургундии. Примерно там на схожий климатический слой. Как во Франции, в Дайбанской зоне у нас культивируется здесь 29 сортов. Я назову основные. Это немецкая селекция. Это сорт солярис, который мы приступим буквально на днях к уборке. Розовый сорт – это сувенингри среднего срока созревания. Французские сорта, классика, они прекрасно всем известны. Это шардоне, олиготе, мерло, каберне, савиньон и другие сорта. Дальше экскурсия на производство. Здесь перерабатывают виноград. Современное оборудование поражает монументальностью. Для истории здесь сохранили и старые емкости. Они похожи на древние амфоры. Вообще даже не знали, что такие огромные территории виноградом засажены. Как-то берет гордость даже за свою республику. О том, что очень много экскурсий и проживания, и питание включено. Ну, как бы, стоит воспользоваться таким предложением. На оборудование можно взглянуть и сверху. Подъем по винтовой лестнице. Для тех, кто не боится высоты, здесь открывается вид на Дайбаны. Смотрим, фотографируем, слушаем легенды. Есть такая легенда, которая гласит о том, что излученный рек, который соединяется именно в этом местности, а это Ягорлык, Тростенец, объединялись и впадали в Днестр. На этом месте были границы трех государств. С севера это польское литовское княжество, с запада это венгерское, потом Австро-Венгрия она стала, и с юга это Османская империя. И чтобы переходить с одного государства в другое, необходимо дать дань. Дайбань, дайбань, то есть две денежки. Глубже в историю. Маршрути и старинное кладбище. Официально Дайбаны основаны в 1928 году. Но на кладбище есть надгробие 1675 года. Надписи на Старославянском. Есть и казацкие кресты. А еще сохранился склеп. Кто в нем похоронен, доподлинно неизвестно. Существовало у нас такое, я слышала от старожилов, что они тоже от своих слышали, что со склепа был подземный ход, или наоборот, здесь от церкви был подземный ход туда, в этот дом, где вот эти богатые жили. Поскольку если там случались стычки нападения с той стороны, вот со стороны Османской империи, то люди прятались, закрывались церкви. По словам местных, в Дайбанах снимал клип молдавский певец Ионел Истрати. Туристы воссоздали сцену из клипа. Получилась тематическая фотосессия. Любовались и красотами реки Ягорлык. Река протекает по такому живописному и заповедному ущелью. Здесь все охраняется законом. В советский период времени речушку Ягорлык переградили. Вот за моей спиной, к примеру, это уже озеро, такая заплудина получается. И что еще примечательно, река Ягорлык разделяет две географические единицы. То есть все остальное, что за рекой Ягорлык, это уже подольская возвышенность. Дальше в Рыбницу. Обед в кафе входит в стоимость тура. Здесь открывается вид на весь город. Отдых в отеле Каменки. Второй день – экскурсия по городу, в том числе в склеп семьи Витгенштейнов. Дальше – красоты подоймы. Обед в казачьем гостевом доме в Валя-Адынке. И отдых у Золотого ручья. То, что правительство выделило определенную сумму денег и сказало, ребята, давайте вы попробуйте отдыхать не где-то за границей, а у нас на территории, потому что у нас территория очень красивая, да. Вот этот кэшбэк – это является огромным подспорьем для людей. Раньше, когда мы предлагали людям выехать на тур, хотя бы одна ночь, чтобы была, было очень сложно. Люди не могли не оплатить нормально тур, не позволить себе. То есть они даже не понимали, что на территории Приднестровья, как мы говорим, есть что посмотреть. Путешествовать по Приднестровью интересно и выгодно. На август и сентябрь туры на выбор. Пока кэшбэк можно получить до 25 декабря.